Это сломалась вот эта перегородка, она прям полностью упала Впускной распредвал обязательно к замене Это мы после нового года, наш животик вот такой вот Если только человек не придется в ческовом забирать ее у нас Никто не сливает бензин, господи! Идет разделение, совсем темное, светлее, светлее Но, как мы видим, после первой промышки, как мы видим, не идеально Друзья, всем привет! Сегодня будет выпуск Будни Сереса и история одного не самого удачного ремонта И неверно принятые решения по ремонту автомобиля Погнали! Друзья, тут очень важен контекст, то есть важна предыстория и история вообще этого автомобиля Давайте постараюсь кратко Немного по машине Машина Renault Megane 2, мотор K4M, коробка DP2, автомат Но суть вообще не в этом Человек однажды когда-то ко мне приехал на этой машине на диагностику, на осмотр всего Я, честно говоря, даже не припомню, возможно, мы даже ролик по ней снимали В общем, у него был ряд проблем, которые я ему обозначил и сказал, что нужно сделать, чтобы их исправить Давайте по проблемам Одна из самых главных проблем Машина вообще не ехала Отвратительно работала на холостом ходу Но я быстро вычислил, что это у нас верхний кислородный датчик Собственно, поэтому он здесь до сих пор отключен, пока не поменен И с подключенным кислородником у нас очень богатая смесь Потому что он дает нам неправильные показания Очень богатая смесь, потому что кислородник висит всегда в бедной зоне И блок управления пытается постоянно обогатить смесь Соответственно, смесь получается слишком богатая Свечи коптятся Цилиндр и поршневая группа коптятся Выход отвратительный Машина не едет, она захлебывается С отключенным разъемом едет более-менее Следующая проблема У него проблема была стандартная для этого мотора Это именно фазированный К4М То есть оснащен фазорегулятором Он у него очень жестко трещал Не работал Были соответствующие кады неисправности И все симптомы В клапане фазорегулятора была пластиковая стружка Это в том, что лопатки фазорегулятора уже сточились И улетели в систему Кому интересно, у меня на канале есть ролики С подобным разбором Почему пластик в клапане фазорегулятора Это плохо И из-за этого нужно менять фазорегулятор Ну и еще одна причина Это вот здесь было все в масле Весь мотор просто уливался маслом моторным И во время ГРМ было безумное количество его Соответственно Тут нужно было принять решение по поводу ремонта Вообще целесообразности Я, честно говоря, не помню, чтобы я тут поршневую группу смотрел Но, по-моему, смотрел И цилиндры там тоже достаточно изношены были Я человеку сразу сказал Этот мотор нежелательно ремонтировать Его лучше менять Либо как бы машину Заканчивать с ней свою историю Разойтись мирно Человек вроде как все понял Говорит, хорошо, поищу мотор Поискал мотор Не нашел В итоге Привозит машину мне эту на эвакуатор Случилось у него очень плохое явление Опять-таки свойственное этому мотору Это сломалась вот эта перегородка Она прям полностью упала Это у нас корпус термостата Он же теплообменник То есть здесь у нас масляный канал Может связываться с каналом системы охлаждения Что, собственно, здесь и случилось И, соответственно, у нас смешивание В большинстве случаев У нас масло, там давление выше Оно идет в систему охлаждения Когда падает перегородка И мы глушим мотор У нас в системе охлаждения давление А в системе смазки давления нет И у нас антифриз идет в масло Что здесь и случилось Соответственно, в моторном масле антифриз Человек машину не запускал Мы ее не запускали И он дотащил ее нам на эвакуаторе И, соответственно, говорит Ребят, давайте делать Давайте вскрывать клапанную крышку Менять фазер По необходимости осмотреть распредвалы Постели распредвалов Ну, восстановим Стараемся меньше крови Да, еще важный момент Здесь очень сильно стучали гидрокомпенсаторы Прям суперявно, суперсильно Жесть Соответственно, заодно заменим гидрокомпенсаторы Ну и вот как результат Заменим распредвал впускной Здесь видно износ очень большой Что интересно, на постели распредвала Износ был гораздо меньше И выпускной распредвал совсем не износился Гидрики выглядят вот таким образом То есть мы видим, что, в принципе, мотор очень сильно загрязнен Заменим также фазорегулятор Соответственно, одна из причин течи и обращения Заменим корпус термостат А сейчас вы увидите кадры Снятой клапанной крышки с этого мотора Так, мы все скрыли Вердикт у нас есть Износ постелей на ГБЦ Однозначно имеется Вот тут очень хорошая выработка На выпуске В принципе, постели хорошие На башке Но здесь, где фазорегулятор работает Очень хорошая проточка Ну, как бы, тут на ваше усмотрение Потому что распредвал Вот здесь тоже у нас изношен Тут идет бурт Прям бурт такой Очень хороший Его не должно быть вообще Выпускной распредвал, в принципе, живой Его можно оставить Впускной распредвал обязательно к замене Естественно, все вымывать Гидрики тоже будем пробовать вымывать Потому что тут у вас очень сильно срад двигатель Вот видите, в каком он весь налете Это очень странно Так, дальше Смешивание однозначно было Через теплообменник У вас полностью перегородка вот упала То есть тут все понятно Теплообменник менять Система охлаждения менять Ну, естественно, отсюда вот масло С антифризом смешалось И начало кидать через спуск Вот нормально Когда антифриз в масло идет Так что вот так То есть мы видим, что под клапанной крышки Отвратительное состояние Очень-очень сильно загрязнен мотор По причине, вероятнее всего, использовалось когда-то некачественное масло Мы видим, что просто система смазки Очень сильно загрязнена И, естественно, на такой мотор Вообще нельзя ни в коем случае Ни при каких обстоятельствах Устанавливать новый распредвал И уж тем более новые гидрокомпенсаторы В принципе, что мы сделали Но свое оправдание хочу сказать Что мы максимально постарались Под клапанной крышки замыть Хоть это вообще не удалось Посадки под гидрокомпенсаторы Были все отпылесошены, вымыты До идеала Максимально пролито все маслом, очистителем И, то есть, максимально постарались мы все вымыть Но, к сожалению, на 100% можно гарантировать И устанавливать вымытый мотор Это только при капремонте То есть, мы стали заложниками того Что мы уже подписались под этот ремонт Хотя тут я говорил, что не надо ремонтировать Я говорил ему Не возьмемся Прям не возьмемся И тут как-то получилось Мы были что-то заняты Суета, суета Человек приехал на руках В общем, давайте все делать И та история вся Которая перед этим была О том, что поршневая здесь не очень Мотор загрязнен Она как-то ушла у нас из виду Мы забыли, грубо говоря И вскрили Когда вскрили, все вспомнили Думали, ё-моё Это жесть Ну ладно Вскрили Давайте пробовать делать Мы попробовали и не получилось Смотрите Здесь была проведена промывка системы охлаждения Но бачок расширительный мы пока не поменяли Его менять обязательно При смешивании Большом смешивании Вы просто его физически не сможете отмыть По причине того, что там перегородки Вот так сейчас выглядит бачок Кстати, на камеру выглядит хорошо Ну, более-менее На самом деле тут все очень плохо Тут все равно остатки масла имеются Вымыть систему таким образом практически невозможно Естественно, была использована специальная химия Но сейчас мы машину с химией погоняли Промыли дистиллированной водой И как положено концентратом химии Все слили Залили всем охлаждением Но мы опять сейчас так Гоняем машину Катаемся какое-то время Очень пристальное внимание должно быть ко всем патрубкам От масла они все разбухли Вот посмотрите на патрубке на печку Отвратительно Он стал гораздо большим объемом То есть дальше что мы должны сделать Через какой-то промежуток времени Ну, тут по-разному Тут я стараюсь подгадать все под человека То есть, грубо говоря, неделю он катается Приезжает к нам Нужно сливать опять всю систему охлаждения Заливать дистиллированную воду с промывкой Еще раз все вымывать Менять все патрубки Менять расширительный бак Тогда будет результат Более-менее чистой системы охлаждения Только тогда Сейчас, поэтому мы не меняем бачок Не меняем патрубки То есть, тут нужно еще поэксплуатировать Поездить, покататься Посмотреть, как вообще мотор Мотор переживет этот ремонт в принципе Поэтому тоже А одна из причин Я не хотел в это сейчас ввязываться Посмотрите вот на патрубок пара отвода Он выглядит просто как распухший хрюм Когда вот это мы после Нового года Наш животик вот такой вот Мягенький, но полненький То есть, я думаю, общая картина В принципе, понятно И почему мы Неудачный ремонт Потому что не надо было это делать изначально Надо было менять мотор Это было бы самый разумный И в итоге, наверное, выгоден этот ремонт Был бы замена мотора Была бы выгодна абсолютно всем И владельцу машины И нам, как сервис Давайте сейчас запустим И посмотрим, послушаем Как работает мотор После большого ремонта И не дешевого Сам мотор работает отлично Здесь есть еще нарекания Мы немного еще не доделали Просто остановились Не все элементы еще пришли У нас под замену идет еще Натяжной механизм И приводной ремень Они еще, к сожалению, у нас не подошли Поэтому мы пока со старым гоняем машину Мотор работает вроде ровно Хорошо, чудесно Но мы сейчас уже слышим Да, выхлоп на выхлоп Пока внимания не обращается Здесь есть еще куча моментов Гофру надо менять Резонатор То есть дальше смотреть уже по системе выхлопа Но даже за таким громким выхлопом Мы уже слышим, как у нас стучат гидрокомпенсаторы Очень жесткий стук А сейчас я положу звук поближе И дам перегазовку Продолжение следует... сейчас по мере прогрева стук будет усиливаться и усиливаться это однозначно стучит стучат гидрокомпенсаторы не успокоитель распредвала не постели распредвал по постелям тут вопросов у нас нет впускной распредвал новый выпуск был отличный плюс мы устанавливали все со специальной монтажной пастой то есть принципе исключена возможность задира потому что вот когда мы на высоких оборотах держим когда мы держим в обороты повыше стук перерастает в такой рокот и этот рокот очень похож именно на задиры по постелям распредвала это же у нас тоже подшипник и он очень грубо работает масляная пленка рвется и получается такое скобление шуршание жуткий металлический стук то есть здесь постели исключены в общем получается что здесь классический пример неправильного подхода к ремонту неправильные постановки и расстановки сил приоритетов да и соответственно вот результат проведена огромная работа очень кропотливая все максим очень чисто выполнено очень хорошо я постоянно наблюдал контролируем на процесс ремонта этой машины все было четко и пожалуйста новые детали установлены в сратой грязный мотор вот дают такой результат как будто мы просто ничего не делали с машиной помыли мотор взяли кучу денег человека и все естественно эту машину пока не отдаю нам теперь с этим нужно что-то делать первый вариант ничего не делать не брать человека денег вернуть все старые детали и отдать машину сказать вернитесь к тому первому дню когда вы к нам приехали ищите мотор плохой вариант согласен второй вариант мне нравится больше я верю в современную химию в принципе я постоянно химию пользуюсь вы знаете это видите это химическая промышленность не стоит на месте постоянно развивается как все технологии и поэтому мы приняли решение попробовать отмыть мотор в несколько этапов с помощью специальной химии мы много рассматривали разных вариантов и я несколько роликов посмотрел тоже я на самом деле вот именно по промывке системы смазки не особо всегда с небольшим скептизмом относился но посмотрел несколько роликов как люди вымывали мотор систему смазки вымывали результаты прям были очень хорошие я решил взять валеру от в мп авто раскоксойл как заявляет производитель это мощное средство для глубокие очистки двигателей в отличие от обыкных промывок эффективно растворяет лак нагар шлам исключая вероятность закупорки каналов масляной системы эффективность борьбе с причинами угара масла освобождает маслосъемные кольца и маслоотводящие каналы безопасен для резиновых уплотнителей пластика металла герметиков и антифрикционных покрытий поршня при соблюдении инструкции принцип какой мы заливаем эту раскоксовку старое масло мы его залили несколько часов назад 10-15 часов назад заливаем это в масло промываем на оборотах на прогретом двигателе на оборотах от 1700 до 2300 то есть среднем 2000 будем держать и так 20-25 минут все четко при инструкции и затем сливаем масло меняем фильтр и заливаем масло в принципе производитель рэкс раскоксово рекомендует профилактических целях до каждую замену масла делать но так как у нас не профилактика а мы хотим получить конкретный результат то есть по факту ремонт с помощью химии мы эту процедуру которая я выше описал приведем три раза каждую слитую пробу масла мы будем сливать прозрачную емкость смотреть изменение цвета масла насколько мы стенки все вымываем да все каналы вымываем и будем смотреть оценивать результат после трех помыл промывок то есть мы поменяем три фильтра и три раза сменим массу а затем уже самое главное мы оценим ну во первых по слуху да уйдет стук или нет естественно если стук гидрокомпенсаторов не уйдет мы опять снимем клапанную крышку и будем менять гидрокомпенсаторы либо пробовать промывать эти опять либо пробовать промывать ставить то есть мы будем устранять стук этот по-любому с таким стуком машину мы просто физически не можем отдать если только человек не придется участковым забирать ее у нас мне самому очень интересен и будет ли результат насколько помоется система смазки насколько вот мы вокруг все вымоем вроде как производитель не утверждает что стенки будут вымываться хорошо но все каналы вымывается до идеала гидрокомпенсатор у нас принципе тот же самый канал то есть через него проходит давление масла и посмотрим вдруг поможет мы сейчас будем греть этот мотор до рабочей температуры заливать первую промывку и вернемся к вам когда будем сливать масло но вы ребят если заинтересованы в данном продукте все ссылочки будут в описании где купить сколько стоит можно прицениться мотор нагрет а тут все плохо посмотрите ведь это все вымывалось до идеала и уже поднялось ладно первый пошел так я хочу прям честно выполнить все требования я каждый раз буду строго держать в районе 2000 на притяжении 25 минут пока я держу 2 спой на минуту вру вру 3 3 минуты держу я по часам прям машине засек и уже устал но я честно отработаю этот цикл 1 2 3 и хотел бы отметить еще маленький нюанс и просьбу к вам как когда машина прямо стоит смотрите на уровень топлива в баке почему я такую картину наблюдаю очень часто то есть как мне сейчас нужно три цикла по 25 минут на 2000 оборотах выдержать я не уверен что мне хватит топлива владельцы этого автомобиля вопросов нет на эвакуаторе но почему когда люди вот найти под долгий ремонт машину пригоняют и там никогда нет бензина где вы реально думаете что в сервисе бензин сливают вы реально думаете что нам тут настолько нехер делать что мы занимаемся тем что сливаем никто не сливает бензин господи это это бред никто не сливает я по крайней мере отказываюсь в это верить это полный бред но для ремонта нам нужно чтобы машины иногда поработала какое-то время нет нибудь не буду заправлять все равно сейчас машина при монте будет стоять чем еще день тратить на бензин пускай парни сами учились так первый цикл у нас прошел сейчас мы будем сливать я уже подготовил чистую емкость ну пока так парит ладно ладно там ничего ничего стук стук никуда не ушел гидрокомпенсаторов по крайней мере после первой промывки хочу еще отметить важный факт очень важный момент который я не оговорил это при использовании данной промывки вы должны учитывать тот факт какой у вас поддон то есть окрашенные поддоны краска может вспучиться то есть в этот момент должны учитывать если будете ее использовать в данном случае у нас алюминиевый поддон никаким никакой краски в нем нет тут никаких вопросов так первый слив осматриваем видок у него так себе сейчас большом объеме еще посмотрим наблюдается такая муть масло очень хорошо разжижилось не рекомендую этим дышать возможно я умру да ребят подписались мы под такой ремонт надо было хотя бы человека приговорить к ремонту головки мы им хотя бы головку сняли все замыли и тогда уже менее безопасно можно было поставить новые гидрики еще один момент масляные фильтры мы будем менять также три раза то есть это уже это уже наши издержки тут никуда не деться еще мы хотим пойти немного дальше и мы решили пойти дальше так как мы три раза будем менять фильтр мы каждый фильтр пронумеруем это будет первый мы их обязательно распилим и посмотрим после каждого цикла в каком состоянии будет фильтрующий элемент пошли ко второму циклу так фильтр поменяли заливаем новое масло непромывочное я заливаю обычное масло моторную затем мы греем немного поработают с этим маслом и зальем на второй цикл валерку так ребят машина поработала с новым маслом уже немного мы его нагрели масло разжижилось горяченько хочу немного еще раз сказать по поводу какую промывку используем тут надо понимать серия валера делает компания бмп авто сама промывка называется раз как соил так пока у нас ребята моют следующий цикл немножко слов о том масле которым мыслили я честно скажу ребят я не любитель оценивать состояние масла по внешнему виду но как я всегда говорю мы видим здесь четкую четкую такую консистенцию стружки до масло такое стало мутное неоднородная когда вот мы его размешиваем то есть вот видно прям муть ладно но это свежее масло которое было поработало 20 ну 27 минут пускай на автомобиль да еще важный момент мы хотим взять каждую пробу после каждого цикла наберем в отдельный шприц и соответственно потом сравним хочу обратить ваше внимание на то какую структуру сейчас какая структура появилась у масло посмотрите она выделила какие-то слои причем какие-то потяжелее какие-то полегче очень прикольно стало все выглядеть честно скажу не знаю что это за выделение мы их размешаем вот такого изначально цвета она у нас было постояло то она буквально минут десять это да это раскопка нам дает подобное так забираем пробу номер один сейчас ее подпишем я специально решил размешать чтобы было честно ладно затыкаем пока проба номер один есть возможно кто-то спросит почему мы перед ремонтом не промыли это был бы офигенный шикарный вариант чтобы не снимать головку все не разбирать не промывать и дать результат напомню автомобиль приехал на эвакуаторе запускать его мало того что нельзя было он бы еще и не запустился потому что на свечах тоже было масло с антифризом разжиженное масло очень усиленно идет в камеру сгорания поэтому нельзя было не могли мы промыть до ремонта могли во время ремонта мы это сделали насколько это было возможно без снятия гбц ну и вот результат погнали вернемся когда второй цикл соли так ребята у нас пошел идет второй цикл сейчас ребята пока ну газовали я несказанно обрадовался то есть мы уже слышим результат на хвостом ходу с оконья на сто процентов ушло то есть гидрик на хвостом ходу вообще перестал стучать когда мы поднимаем поднимаем обороты и на сбросе еще ну он он простреливает он простукивает то есть тут не ушел на сто процентов вот дай оборотов немного но все до двух холостой все видим он немного у нас простукивает и успокаивается скрестим пальчики и будем надеяться что у нас что-то да получится так машинки заглушили быстро сливаем пробу номер два директор пожалуйста умоляю не шуми пока буду вот и очень признательно как секунду роба номер два добро пожаловать в канистру муть осталась муть сохранилась но изменения цвета присутствует мне больше понравилось момент что на хвостном ходу у нас стук клапанов стук гидрокомпенсаторов гораздо сильно изменим намного сильнее изменился это круто снимаем фильтр номер два фильтр номер два и соответственно делаем соответствующую маркировку ответственно это два я думаю видно почему-то это фильтр горячее да и не забываем провести визуальный анализ массу там ну вообще цвет абсолютно другой как будто с антифризом стал здесь что это не антифриз так делаем забор пробы дом номер два такой более рыжеватый оттенок вспененная интересно будет посмотреть на пробу номер три пока очень явно видно разницы мы идем дальше масло залили фильтр поменяли третий заход валерки пошел прошло 20 минут смотрим результат на холостом ходу легкий простук все равно наблюдается он хаотичный то есть там где-то гидрике в каком-то все до конца выше мы короче решили сейчас мы сольем пробу третью мы возьмем фильтр поменяем зальем масло без промывки потому что промывка мы видим что очень сильно как бы разжижает масло но тем не менее давление маслом и здесь замеряли она тут в идеале и никаких косяков с давлением не должно быть поэтому мы сейчас машинку глушим сливаем масло меняем фильтр заливаем новое масло и покажем вам как она будет работать с ним результат однозначно есть я думаю что мы отдадим машину человеку чтобы хотя бы покатался несколько дней но нам нужно еще заниматься система охлаждения здесь будет а конечно вопрос по ролику мы решим не знаю конечно как отмылась отмылись у нас стенки но как бы сейчас вы знаете через заливную головину выглядит все очень очень чистенько любом случае если человек не будет удовлетворен результатом ну по стуку мы обязательно вскроем этот мотор и уже наверное даст ними возможно следующем ролик возможно канале в зене ладно сереж сольешь мне масса я третью пробуем что третья проба у нас готова она немного отстоялась съемки прервались ну как мы видим муть у нас осталось но я наблюдал что сама раскоксовка имеет непрозрачная поэтому на муть мы внимания значит не обращаем смотрим цвет так однозначно масло стало светлее это мы видим попробуем четко четко идет разделение совсем темное светлее светлее то есть сейчас мы что делаем с машиной мы заливаем все-таки туда финально уже просто масло без промывки новый фильтр соответственно грим и послушаем фильтры пока алексею дадим попросим чтобы он нам их распилил спасибо алексей первый второй номер соблюдаем 3 вот ну и вернемся к вам когда уже будут распиленные фильтры залито массу и запущен меган короче ребят чудо не произошло гидрокомпенсатор какой-то у нас стучит причем сейчас он так явно один четко один стучит я все-таки принял решение мы будем снимать клапанную крышку сейчас максимально быстро постараемся в рамках одного дня чтобы нам не утратить мысль цепочку съемок то есть в принципе сейчас мотор должен быть чистый да все масляные каналы чистый но из гидрико гидрокомпенсатора грязь вот если туда попал кусочек какая-нибудь частичка до окалина ее очень тяжело оттуда достать в связи с тем что там очень малые каналы и она будет туда-сюда ходить эта грязь гидрики промыть можно и мы когда мне кстати есть ролик гидрокомпенсатор по моему там максимально подробно я все рассказывал и кстати в этом ролике по моему я говорил что мы попали на бракованные гидрокомпенсаторы но здесь явно ситуация немножко другая потому что изначально гидроки вообще не стучали когда мы их новые поставили ничего все это по истечению какого-то времени ладно сереж до оборотов немножко давайте послушаем наоборот их запомним а вот еще один еще один включается в работу то есть два каких-то нам придется найти самых негодяев ладно серый глуши и давай-то скидывай клапанную крышку сейчас все это скажем что машина все не отдадим а мы пока пойдем посмотрим что у нас фильтрами алексеев уже распилил мне самому безумный интерес погнали начнем с первого самый черный это вот мы провели работу до поставили новый фильтр и отдаем клиенту машину да уж ситуация была бы не очень хороший давайте посмотрим обратный клапан ну он как что с ним будет очень мало она прошла так фильтрующий элемент забит очень сильно то есть мы очень крайне верное решение приняли промывать системы мы видим что мы вообще не видим здесь бумаги просто стала сплошная чернота так здесь у нас в принципе вот мы видим по цвету что это да это первый экземпляр это правда ладно выглядит отвратительно оставлю так смотрим второй так вот у нас мы видим второе до цифра соответствует ну явно не оригинальный фильтр сразу видно обратный клапан выпал но как мы видим после первой промывки уже результат был хороший то есть мы промыли фильтр поменяли и в принципе в таком состоянии уже можно отдавать смелую машину так сравниваем по цвету соответствует второму экземпляру масла ну и теперь очень интересно смотрим третий фильтрующий элемент 1 клапан в сторону нас сейчас вообще не интересует смотрим фильтрующий элемент а разница есть смотрите в чем прикол краснота это изначальный цвет этой фирмы фильтра красноватый цвет изначальный его цвет то есть после третьей промывки фильтрующий элемент вообще не поменял цвет ведь о том что у нас система смазки масло только после третьей промывки в идеал вымылась да но вторая тоже давай результат не стоит забывать давайте сравним цвет теперь вот так да все соответствует вот можно был call call бы даже не набирать а просто распилить фильтры и вот соответственно до результат какой мы получили надо делать какие-то выводы до первого вывод нужно четко придерживаться выработанному алгоритму работы что у нас не случилось меганам поэтому зато у нас учился ролик тут вот да хороший контент получится мне самому было безумно интересно всегда хотел испытать промывки с пристрастием без купюр без надумывания все четко ничего никакого монтажа нет это чистая правда я в этом лично убедился мне этого достаточно еще про первый момент нам то есть изначально не надо было увязываться в подобный ремонт нужно было либо хотя бы настоять на ремонте гбц либо ну смена мотора капремонт и так далее еще неизвестно как этот мотор в принципе ну прошневая группа будет жить второй момент человек должен был прислушиваться к моим словам еще после первого посещения но он взвесил все за и против и принял именно сам подобное решение о подобном ремонте понятно что человек заведомо не ведут что творит и мы должны были в принципе отговорить тогда тут опять таки наверное больше наша вина ладно и третий момент третий момент промывка реально работает я это убедился и по фильтрам и по цвету масла и убедимся когда снимем клапанную крышку и посмотрим ролик еще не мы не закончили никуда не уходите мы еще обязательно посмотрим что у нас стучало и затем снимем конечный результат напомню использовал я раз как сою от валеры кому интересно ссылочки будут в описании в его работоспособности я убедился но с промывкой с маслами я думаю достаточно контента вернемся когда снимем клапанную крышку так ребят вчера я не пришлось уехать в общем машина у нас ночевала и ребята все уже разобрали я попросил чтобы не собирали поэтому ушли пораньше и вот я сегодня пришел пошел второй день и хочу вам показать что у нас как выглядит теперь пространство под клапанной крышкой так мы видим не идеально плюс я у ребят спрашиваю они говорят они немножко протирали здесь но вот этот нагар который был он уже легко просто ветошью с не снимался то есть он значительно размягчился от раскоксорила и стенки стенки вымылись однозначно не так как хотелось бы но дело в том что у нас здесь движение масса слабая тут расплескивания и так не вымоется как все каналы как там где масло проходит под давлением с ламинарным потоком поэтому результат все равно шикарный сейчас мы будем выяснять где у нас какой какой какие гидрики у нас забились и спускают заменим их и принципе заменим или промоем мы еще пока не знаем что будем делать принципе гидрики относительно разборные может пострадать стопорное кольцо потому что закрытого типа ну тут у меня есть подробный ролик об этом на канале и кому интересно поищите если что-то будет интересное мы обязательно подснимем еще результат работы снимем и опубликуем канале в дзене видно будет только подписчикам поэтому по ссылочке в описании переходите к нам канал дзен ссылка будет в описании сразу под ссылкой на раскоксорил кстати там же будет смета на ремонт данного автомобиля сколько мы взять здесь денег за этот ремонт материал работа все разграничено все понятно будете готовы в будущем допустим к такому ремонту ну наверное на сегодня все спасибо всем кто досмотрел до этого момента как обычно ты красавчик и напиши об этом комментарии надо любить тебя пока и и и